Всем привет, с вами Павза Дичь и это очередной бой в 11 чемпионате растений. Как вы видите, сетка турнира немного изменилась. Все дело в том, что нижние две битвы изначально были перепутаны местами. Так что сейчас исправляю эту оплошность, ну а порядок битв остается тем же. В следующую субботу будет сражение кооператива Дерсуса против отмороженных подвальцев. Сегодня же у нас, как и планировалось, битва команды Бати на ремень против команды Привет Версусу. Стартует сражение с команды Бати на ремень. Команда хорошо себя показала на групповом этапе и смогла одержать верх над другой сильной сборкой под названием Биг Бэнк. Автором ремня является хейтер всего живого. С первым раундом его сборка в прошлый раз справилась достаточно легко. Оно и понятно, Инферно отлично работает против зомби в умеренном количестве. И даже увеличение количества врагов до 4 особо пока никак не влияет на эту команду. Даже до киви зомбарям добраться не удается. Кирпичеголовый был к этому близок, но в итоге попал в огненную ловушку. Выбрался он из нее уже без брони и следующая атака Инферно разом уничтожает обоих оставшихся зомби. Соперником Бати на ремня по четверть финалу становится команда Привет Версусу. Эту сборку собрал Ержан и в отличие от Бати на ремня эта команда вышла из группы не напрямую, а за счет добора по очкам. Привету удалось заработать достаточно баллов в первой своей битве, чтобы оказаться в числе двух счастливчиков, которые прошли в четверть финал по очкам. И надо сказать, что эта команда по-моему вполне заслуживает проход в эту стадию турнира, хотя насчет ее прокачки я испытываю определенные сомнения. Всем известно, что ультамат имеет очень посредственные характеристики именно в контексте прокачки, а ведь это на секундочку главное атакующее растение команды. Тристрел тоже не сказать, что становится имбовым растением по мере прокачки, зато Блокали качает свою прочность очень даже ничего, особенно это касается брони от подкормки. Видимо за счет сдерживания этого растения и планируется истреблять зомби, ведь Блокали даст огромное количество времени ультамату для его атак. На зомби из первого раунда этого времени хватило с лихвой. Обе команды начинают с легких побед. Переходим ко второму раунду, и это первое фланговое испытание. Командам в нем приходится делать двойную работу, так как пара сиамских блинецов вышагивает уже по флангам. То есть растениям придется сначала их разъединить, а затем уже убить появившихся коротышек. Чем раньше удастся справиться с первой задачей, тем больше времени будет на реализацию второй. Батиному рюмню удалось достаточно быстро заставить циркачей рассредоточиться, и первая пара уже ликвидирована. После уничтожения всех целей по центру, электрогрохострел выключается из битвы, но это не особо серьезная проблема, потому что Киви без особого труда справляется и в одиночку. У второй команды тоже два растения могут атаковать фланги, правда Блокали делает это очень редко и не по такой обширной площади, как Киви. Но зато три стрел, в отличие от электрогрохострела, атакует соседние полосы, даже если по центру никого не будет. Кстати говоря, центр-то уже и зачищен, хотя туда снова прилетает парочка импов, но это наверное самое меньшее, что может волновать привет Версусу. Главное сейчас уничтожить пиратов. Блокали уже вряд ли успеет щелкнуть их створками, поэтому вся надежда на три стрел, который не подкачал. Второй раунд тоже приносит по три балла обеим командам. Ну вот и пошли раунды на проверку жизнеспособности команд без какого-либо своего растения. Можно конечно остаться и в полном составе за счет разных иммунитетов и хитростей, но батин ремень, например, ими не обладает, и поэтому Инферно благополучно отправляется в полет. Электрогрохострел и Киви остаются вдвоем, а ведь именно Инферно, на мой взгляд, является главным дамажером этой команды. Плюс ко всему теперь некому откинуть зомби назад. Вот только зомби это не особо-то и помогло. Среди них остался в живых только один черепоголовый мертвяк, добрался он до Киви, но в одиночку ему вряд ли удастся сожрать защитное растение. Все обошлось для команды потери одного балла. У второй сегодняшней команды та же самая проблема, что и у первой. Основное атакующее растение тоже находится в тылу, и защитить его от выброса тоже не получилось. Вот только батин ремень смог вдвоем выстоять против зомби этого раунда, а привет Версусу остался с очень слабым уроном. Видимо прямо сейчас мы станем свидетелями того, о чем я говорил в самом начале. Эта сборка попытается отбиться за счет очень высокой прочности блокали. Хотя двух зомби уже удалось прикончить, но тут еще сказалась первая атака ультамата, которую он успел осуществить перед выбросом служайки. На самом деле это неплохое подспорье, но даже без этого у меня стойкое ощущение, что данная команда легко бы справилась с заданием. Сейчас атаковать растение остался всего один гинозомби, но ему явно не пережить постоянный обстрел три стрела и периодические атаки блокали на протяжении длительного времени. А времени у дуэта растений действительно хоть отбавляй. У защитника по-моему 15 тысяч хп, то есть это 150 укусов обычного зомби. И не будем забывать, что при каждой атаке блокали зомби станется на целых 5 секунд. Короче говоря, минуты три, а то и все четыре ему понадобилось бы для прорыва обороны. Естественно их ему никто не даст. Броня уже изрядно повреждена, осталось нанести ему совсем немного урона и победа в кармане. Еще немного подождем и будем подводить итог раунда. Обе команды снова набрали одинаковое количество очков, в этот раз по два. Обратный предыдущему раунд. В нем командам предстоит сражаться без своего переднего растения, но конечно же если это самое растение не имеет повышенной прочности или же какого-то иммунитета к вазам. Киви обладает первым условием, вот только даже на четвертом левеле прочность зверя не настолько высокая, чтобы выдерживать прилет второй посудины. Таким образом команда теряет первый балл, а вместе с ним и какую-то часть атакующего потенциала. Но все равно за счет инферно пока что удается сдерживать основную угрозу в этом раунде. Задира ветеран никак не может подобраться к электрогархострелу, ну а сейчас его и вовсе сожгли в труху, так что остался последний зомби, у которого естественно не было ни единого шанса. А вот у второй команды растение на передовой как раз имеет огромный запас прочности, да такой, что все пять ваз не смогут его уничтожить. Правда есть еще задира ветеран, которому требуется всего два удара, чтобы размазать Блокали вместе с его железной броней, но задире еще нужно подойти. Хотя для этого тут имеется брейкденсер и он мгновенно доставил коллегу к Блокали, тот замахнулся, не успел ударить, но посмотрите на Блокали. Броня все равно исчезла, это повторение ситуации с Гаргантюа, которая не позволила привету Версусу выйти из группы напрямую. Вот только здесь броня спасла Блокали от полного уничтожения, но вазы еще прилетают и зомби еще едят. Так что израненный защитник не факт, что устоит, катапульта развалилась, а два мертвяка набивают щеки растением, благо удалось их застанеть и затем убить лучом ультамата. Первая команда сохранила два балла, а вторая титаническими усилиями Блокали все три. На очереди, так сказать, антиколючковый раунд. Если у команды имеется хотя бы средний урон от полноразмерных растений, то для нее это испытание не несет угрозы. Проблемы тут должны быть у всяких орехов, колючек и прочих оливковых ямок. Батина ремень к таковым не относится, потому легко справляется с задачей. Да и вторая команда, в принципе, тоже должна справляться. Тут, конечно, имеется защитник, но Блокали также обладает станищим ударом, поэтому он не просто не портит погоды, на мой взгляд, даже наоборот, неплохо так помогает своим товарищам. В общем, легчайшая победа и этой сборки. Как итог, обе получают по три балла. Одна треть битвы позади, на очереди раунд с питомцами. Питомцев в два раза больше, чем на групповом этапе, поэтому справиться с ними уже гораздо тяжелее. Однако, имея электрогорохострел и киви в качестве страхующего растения, справиться с питомцами не составило труда. Ну что ж, три стрел с Блокали это тоже неплохой дуэт против питомцев, но сейчас меня смущает количество живности. Все-таки три стрел бывает даже пропускает курица, Блокали и вовсе бьет только раз, но как же было это эффективно. Три стрелу осталось только добить последних нескольких врагов. Очередной раунд, в котором обе команды набрали по три балла. Пока что очень впечатляющее выступление. Переходим к седьмому испытанию. И это атака зомби, спавняющихся прямо на месте расположения фронтового растения. У батиного ремня для этого раунда есть очень полезный прием, и это даже не защита киви, а отталкивающий вихрь инферно. Хотя, конечно, переоценить полезность прочности киви тоже невозможно. У второй команды такой хитрости нет, зато тут есть станд Блокали, который не позволил одному бедолаге даже выбраться наружу из-под земли. Короче, задира, что называется, застрял в текстурах, а в это время ультамат хорошенько потрепал тех, кто оказался на поверхности. Больше всего досталось быку, ну и задиры тоже сейчас отгребут по полной. Прогрызь железные створки Блокали у них все равно бы не получилось. Продолжают команды идти уверенной поступью и набирают очередные три балла. На очереди раунд стана, и на примере первого четверти финала он мог показаться слишком простым, но на самом деле в тех командах было и пронзание, и сплэш, да и к тому же у каждой сборки оттаивающее растение. У батиного ремня тоже есть обогреватель, но вот с остальным проблемы, да и инферно оказалось слишком далеко от льда, так что все закончилось очень печально. Для того, чтобы зомби одним разом не вывели из строя все три растения, тут нужно быстро убить хотя бы одного. Ультамату это сделать не удалось, но его подстраховал три стрел, который добил охотника, далее уже стало попроще. А учитывая, что проклятие прилетело в ничего не решающий блокали, для команды вообще ничего не изменилось. Ультамат расправился со всеми врагами. В этом раунде первая сборка потерпела свое первое полное поражение, а вторая по-прежнему идет почти идеально и увеличивает отрыв до четырех очков. Раунд на оборону с тыла смотрим уже с момента, когда зомбойды подходят к первому растению. Все потому, что атаковать на расстоянии соевых зомби некому. Хорошо, хоть в принципе атака в обратную сторону в команде батин ремень присутствует. Причем Киви наносит урон сразу всем трем врагам и в итоге набирает все три балла. Что же касается привета Дерсусу, то тут все очень печально. Тут не только никто не атакует в обратную сторону на расстоянии, тут вообще никто не атакует в этом направлении. Так что шансов на набор очков просто нет. Ну и смотреть нам за этим тоже незачем. Тем более, что блокали простоит почти вечность. В общем, первая сборка набрала три балла, а горечь полного поражения на этот раз вкусить приходится второй команде. Величина отрыва снова возвращается к одному баллу. Впереди дичь раунд. Он теперь обзавелся цирковой пушкой и зомби могут напасть не только с нижней части лужаки, но и с верхней, если туда приземлиться цирковой имп. Пушку тем временем немного притормозил огненный куст, но все равно запуск импа осуществлен и он полетел как раз на верхнюю сторону лужаки. С этим коротышкой нужно быть очень осторожными, так как он и прочнее и быстрее. Да и вообще он уже на пороге, но все получилось так, что вихрь инферна подхватил импа буквально за мгновение до уничтожения грохострела. Вот только опасность еще не устранена полностью. Фараон тут как тут и ему удалось доделать начатое чертенком. Грохострел уничтожен, а вслед за ним убит и сам египтянин. Но один балл команда потеряла. Очередь отбиваться второй команды. Данный ранг для нее будет тяжелее, так как нет ни одного растения, бьющего по всей площади лужаки. Киви очень даже неплохо помогал своим товарищам, нанося урон зомбарям даже на самых краях. Кстати, циркач прилетел именно на край, и теперь ему ничто не мешает напасть на три стрелы, блок или не может его застанет. Атака ультамата, хоть и мощная, но не настолько, чтобы убить им по одним разом. Он добрался уже до томата и вероятно сейчас будет прорыв, но нет. Ультамат его поджарил и более того под замес попал еще и лишившийся своей брони фараон. Осталось разобраться с последним зомби, а это на самом деле не самая простая задача, ведь у второго фараона броня была на месте, вот она-то и спасла его жизнь. А ультамат на этот раз не смог защититься и команда допустила прорыв. Батин ремень набрал 2 балла, а Привет Версусу потерпел второе подряд поражение. Только что Привет лидировал с отрывом в 4 очка, а теперь уже он сам отстает. Две трети битвы позади, а у нас по-прежнему команды очень близко друг к другу и даже устраивают качели в счете. Раунд в зомбоне, медузой и щелкунчиком для Батиного ремня явно не самое легкое испытание. Важнейший прием команды, а именно отталкивание инферно здесь не работает против самого опасного юнита. Это приводит уже к первой потере, таким образом и без того не самый мощный урон сборки стал еще меньше. Соответственно зомбоне при поддержке хилеров без особой для себя опасности продвигается вперед и вот команда вынуждена полностью капитулировать. Инферно удалось убить только никому не мешающих медузу и щелкунчиков в тылу. Но и вторая команда тут тоже лишается многих своих плюсов. Я говорю сейчас о стане и прочности Блокали. Щелчок с творками не оказывает никакого воздействия не только на зомбоне, но и на медузу тоже. Ну а железная броня для машины не является какой-то серьезной преградой, поэтому зомбоне прокладывает свою ледяную дорожку прямо по Блокали. А вместе с ней и прокладывает путь к косилке для остальных зомби. Остался на пути машины только один ультамат, но его атаки не хватило, чтобы развалить машину. В общем тут тоже полный прорыв обороны растений. Первый раунд, в котором обе команды провалились. На очереди третий и последний фланговый раунд. В нем больше нет никаких фиалок, так что робоконусы в своей изначальной форме. Так как по центру тут изначально никого нет, то соответственно батин ремень теряет в этом раунде одного из двух своих фланговиков. Электргорхострел ничем не поможет киви, а киви в свою очередь атакует только при подходе машин на близкое расстояние. Все это говорит нам о том, что справиться с этим раундом батин ремень вряд ли сможет. Пусть растения и повысили свой уровень до четвертого, все равно атака одного зверя для робоконусов не такая уж и большая угроза. Киви для победы требуется нанести 25 ударов, но за такое короткое расстояние это сделать не удается. Есть шанс у второй сборки снова вырваться в лидеры, вот только у нее тоже не самые лучшие фланговики конкретно для этого раунда. И это еще при том, что робоконусы теперь полноразмерные и три стрел не будет промахиваться по верхней машине, иначе шансов бы не было совсем. Меня сейчас больше всего интересует сколько раз Блокали успеет застанет противников. Вот он ударяет створками первый раз, но как же ему не везет. Из-за того, что конусы подошли не одновременно, нижний смог избежать стана. Меня, если честно, это очень раздражает в игре. Оба робота были заспавнены одновременно. Я понимаю, если бы они выходили своим ходом, но почему у них отличается скорость при одновременном появлении? Из-за этого, например, в игре очень тяжело устроить соревнования на скорость, а тема на самом деле очень интересная. Ну да ладно, я отвлекся, а к этому моменту раунд-то уже почти завершился, и верхняя и нижняя машины дошли до косилок. Таким образом, это еще один раунд, в котором обе команды не набрали очки. Хочу заметить, что вторая сборка уже 4 раунда подряд не может этого сделать. А впереди ведь очень непростой раунд с быстрыми зомби. Макаке тут дело второстепенное, а вот бык добежал до киви и даже его протаранил. Зверю хватило стойкости, чтобы выдержать его удар, но вот затем скотина нанесла смертельный укус, после чего со спокойной душой сгинула. Почти удалось батиному ремню выйти из этой битвы без потерь, но он почти не считается, а вот что считается, так это прочнейшая броня блокали. Ни обезьян, ни таран быка не могут пробить железные створки защитника. Ультамату с тристрелом осталось только не спеша расстрелять врагов, что они и сделали. Первая команда набрала 2 балла, а вторая прервала черную полосу и заработала все 3. И это приводит к равенству в счете. Второй четверть финал тоже получился что надо. И это еще не конец. Впереди два последних решающих раунда. Сначала по традиции Гаргантюа, а затем финальный спам. Гарг сейчас в компании с кардиозомби, вот только инферно это не особо заботит. И огненный кустарник просто не позволяет юрскому громиле высунуть нос за пределы беговой дорожки. Естественно распространитель запрещенных препаратов лишился своего клиента и в холостую наматывает километры на своем спортивном инвентаре. Только лишь имп спровоцировал его на бросок стероидов, но коротышке они совсем не помогли, так что итог раунда уже всем понятен. Гаргантюа так и промучается до конца раунда где-то на задворках лужайки. Даже кардиозомби не стал его дожидаться и в итоге убежал, ну а Гарг видимо сгорел. Сейчас привет Версусу будет пытаться взять реванш у юрского мутанта, ведь именно этот зомби лишил на групповом этапе эту команду возможности выйти из группы напрямую. Более того он лишил на свои возможности провести первый в истории канала экстра раунд. Сегодня счет между командами тоже до сих пор равный, так что можно сказать история получила продолжение и примечательно, что снова именно с командой привет Версусу. Пока я это рассказывал, Гарг прошел уже половину лужайки, но и половину здоровья растения ему отняли. Вновь он добрался до Блокали, наносив первый удар Блокали, замахивается. Нет, не успел в этот раз защитник застанить Гарга до удара. К сожалению, возможно растениям теперь уже не выжить. Три стрел тоже уничтожен и ультамат сейчас осуществит последний свой выстрел. Как мы видим, его не хватило для уничтожения Гарга, так что он снова насолил этой сборки. Батин ремень набирает 3 балла, а привет Версусу получает 0. И это очень серьезный удар по его перспективам. Эта же команда первая отправляется в спам, так как является отстающей. Спам в четверть финале состоит из обычных задир. Зомби это достаточно прочный, так что смотрим, как сегодняшние команды с ними справятся. Несмотря на то, что из трех представленных растений урон самый мощный ультамата, но конкретно в спаме полезнее всего будет Блокали. И это не только из-за его защиты, а и из-за атаки тоже. Пусть она и редкая, но на пяти полосах, да еще и при наличии сплэша, удары створками от растений 4 уровня очень даже неплохое оружие против спама. Конечно, с первого удара это не особо заметно, но как только все зомби столпятся у створок, каждый следующий удар будет приводить к большим потерям среди зомбарей. Только что вы видели подтверждение моим словам. Куча голов слетела с плеч, ну и ультамат там тоже помогает своим лучом. Центр уже полностью зачищен, и команда набирает как минимум 3 балла. То есть счет она сравнивает, и даже в итоге выйдет вперед, так как крайние дорожки тоже оказались нетронутыми. Без боя привет Версусу не сдается. Удалось этой команде набрать все 5 очков и захватить промежуточное лидерство. Теперь же ответ за батиным ремнем, у которого тоже основное атакующее растение в спаме отдает инициативу своим товарищам. Электрогрохострел становится гораздо эффективнее по пяти полосам, но кто здесь будет по-настоящему полезен, так это Киви. На пяти полосах двери работают очень мощно, и одним прыжком отнимают огромное количество здоровья у огромного количества врагов. Сплэша тут хоть отбавляй, за диром можно только посочувствовать, ну и вы уже понимаете, что не только им. Привет Версусу тоже будет в роли пострадавшего. Все зомби уничтожены, а это значит, что в зачет команде идет 5 баллов. Финальный счет становится 34 на 31 в пользу батиного ремня. Эта сборка показала лучший результат из выступивших пока что четырех команд и отправляется в полуфинал. Привет Версус уже набрал столько же очков, как и могильное трио. Обе этих команды вылетели в очень упорной борьбе, так что авторам этих сборок тоже большая благодарность за интересные битвы. Кстати, привет Версусу опять проиграл фактически из-за юрского гарга. Ержан может официально открывать клуб хейтеров этого зомби. Ну а мы с вами продолжим турнир, в котором в следующей битве сразятся не Биг Бэнк против Атудз, а Кооператив Версуса против Отмороженных Подвальцев. В общем, ждем еще один отличный четвертьфинал, как два уже состоявшихся. А я на этом видео завершаю. Если понравилась битва, ставьте лайк. Подписывайтесь на телегу, бусте, ссылки все в описании. Увидимся в следующей дичи. Пока!